Здравствуйте! В эфире Капитал, программа о деньгах и финансах. В студии Евгений Македрюк. Смотрите сегодня. Кто теперь будет рулить экономикой и финансами при Амурье? Зачем нужны третейские суды и почему они пока неэффективно работают в нашем регионе? Какими туристическими возможностями Хэй Хэ хочет вернуть поток туристов? И насколько дешевле в этом году будет рыба свежей путины? Смотрите Капитал, будьте всегда в курсе актуальной бизнес-информации. Губернатор назначил нового заместителя председателя правительства Амурской области. Им стал бывший заместитель мэра Благовещенск Андрей Донец. Он будет курировать финансовые вопросы. Ранее эту высокую должность занимала Вера Щербина. Андрей Донец с 1986 года работал учителем. С 2004 по 2008 годы занимал должность заместителя мэра города Благовещенска. Позже назначили заместителем председателя правительства Амурской области, но пробыл он в этой должности менее года. 19 июня 2014 года тогда еще исполняющий обязанности мэра областной столицы Александр Козлов пригласил его на должность заместителя, а став губернатором снова позвал свою команду. Мы уже работали, как вы понимаете, с Александром Александровичем, поэтому принципы его работы мне понятны. Это является одним из ключевых моментов во взаимоотношениях. Я полагаю, что комфортность, которая позволит нам вместе быть и работать, дает возможность понимать те критерии, по которым будут возникать требования. Права предпринимателей Амурской области защищаются лучше всего на Дальнем Востоке. Институт бизнес-омбудсменов при Амуре стал лучшим в Дальневосточном федеральном округе по итогам национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах России. Высокую оценку качеству работы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Амурской области дали сами бизнесмены. Рейтинг, инициатором формирования которого выступило Агентство стратегических инициатив, учитывает именно то, как предприниматели оценивают усилия власти по созданию благоприятных условий для ведения бизнеса. Ниже, на строчку в рейтинге, институт уполномоченного в Якутии. Третье место отдано бизнес-омбудсмену Магаданской области. В общероссийском рейтинге институт уполномоченного в Приамуре, по показателям работы, находится в рейтинге на 38 месте из 85. Задолженность по заработной плате в России выросла в два раза. По данным Роструда, на сегодняшний день предприятия должны своим сотрудникам 14 миллиардов рублей. Такая цифра сложилась за 8 месяцев текущего года. Это вдвое выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда работникам было возвращено 7 миллиардов рублей. Всего с начала 2015-го Рострудом проведено 92 тысячи проверок предприятий, в ходе которых выявлено почти 400 тысяч нарушений трудового законодательства. Значительная доля нарушений касались оплаты труда. Для сведения, невыплата заработной платы свыше двух месяцев грозит руководителю организации штрафом до 500 тысяч рублей либо лишением свободы на три года. С 29 сентября вступает в силу поправки в законодательство о банкротстве, согласно которым работники смогут инициировать банкротство своего работодателя. Денежные споры можно решать быстрее и дешевле через Тритейский суд. Это не государственный орган, задача которого рассмотреть конфликт и привести стороны к соглашению, что экономит время, силы, здоровье и нервы. Тема работы тритейских судов стала главной на тематическом круглом столе, который прошел 9 сентября в Благовещенске. Если где третий не лишний, то в экономических спорах уверены юристы, предприниматели и общественные деятели. Поэтому круглый стол на тему Тритейские суды стал для них не площадкой для дебатов, а поводом обсудить выгодные стороны негосударственного судопроизводства, к которому как раз и относятся Тритейские суды. В современной России их немного, всего 391, 66 в Москве, 33 в Петербурге и только два в Амурской области. Открылись они недавно, в 2013 и 2014 годах. Дело в том, что Тритейские суды создаются обычно при крупных промышленных структурах. Они разбирают экономические споры по договорам купли-продажи, поставки, подряды и так далее. Поэтому приход в Преамуре Тритейских судей был объективно связан с развитием промышленности. Однако они оказались не слишком востребованы. За два года рассмотрели всего 35 дел. Тем временем в арбитражном суде каждое восьмое обращение относится к Тритейскому судопроизводству. Арбитражный суд Амурской области заинтересован в том, чтобы Тритейское разбирательство активно развивалось в Российской Федерации в Амурской области. Поскольку альтернативные способы разрешения споров не только обеспечивают условия для сохранения развития партнерских деловых отношений в сфере бизнеса, но и позволяют реально снизить нагрузку на суды. В рамках повышения популярности Тритейского суда в своем недавнем ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин заявил о необходимости реформирования судебной системы. А депутаты Госдумы в мае 2013 года в первом чтении приняли соответствующий законопроект, который сразу был отправлен на доработку. Окончательное его принятие планируется в октябре. В рамках нового закона о Тритейских судах за ними будет усилен госконтроль. Таким образом планируют ликвидировать карманные тритейские институты, предотвратить злоупотребление в области такого судебного разбирательства, а значит повысить лимит доверия к тритейцам, которые, по мнению бизнесменов, необходимы для создания благоприятных условий развития предпринимательства. Мы считаем, что появление Тритейского суда в Амурской области является неким благоприятным знаком того, что экономические споры, споры между хозяйствующими субъектами, между предпринимателями, разрешение этих споров переходит на цивилизованную основу. Да и сами суды удобнее государственных. Тритейские дела по сборам обходятся в два раза дешевле госпошлины. Специалисты такого суда бесплатно консультируют по всем юридическим вопросам. Кроме того, дела рассматриваются быстрее, чем в обычном суде в течение двух недель. А для бизнеса время в прямом смысле деньги. Олеся Сиваченко, Евгения Соловьева, Андрей Цветков, программа «Капитал». 27 сентября – День туризма. Праздник был учрежден еще в 1979 году. В России его отмечают с 1983 года. Особая традиция празднования Всемирного дня туризма сложилась у Благовещенска и его побратима Хэйхэ. Каждый год в преддверии даты происходит обмен делегациями. Причем попеременно. Так, в прошлом году китайская делегация приезжала в Благовещенск. Тогда гостям показали новые туристические маршруты и достопримечательности города. В этом году в гости в Поднебесную отправилась российская делегация. Анастасия Петраш оказалась в их числе. Попробовать себя в качестве лучников амурские делегаты смогли во время визита на Международную горнолыжную базу. Эта часть программы мероприятий по случаю празднования Всемирного дня туризма оказалась одной из самых интересных. Горнолыжная база, на которую привезли амурчан, находится всего в 15 километрах от центра Хэхэ. Многие признались о существовании этой зоны отдыха узнали впервые. В рамках экскурсии по базе гостям предложили прокатиться на фуникулёре и оценить красоту горнолыжки сверху. И если раньше основным развлечением на базе было катание на лыжах, то теперь сюда приезжают еще и любители игры в гольф. В этом году тут появилось специальное поле. Представителям амурской делегации игра пришлась по вкусу. На базе признались, у них еще много планов на будущее. И это несмотря на то, что здесь и так есть и зимние, и летние развлечения. На следующий год мы хотим задействовать озеро, которое находится на территории базы. На озере планируем сделать развлечение для детей и взрослых. Кроме туристической базы, российская делегация побывала в Хэхэском университете. Делегатам показали историческую выставку, посвященную Второй мировой войне. В частности, экспозицию, рассказывающую о сопротивлении китайского народа японским захватчикам, а также помощи советской Красной армии в борьбе с Японией. Одной из самых важных частей поездки делегации стала встреча представителей амурского правительства с властями Хэхэ. Большую часть диалога занял вопрос о двух международных ярмарках, которые недавно прошли в Преамурье и одновременно в Хэхэ. Это Амур-Экспофорум и русско-китайская ярмарка культуры и искусства. Мы полностью согласны с мнением китайской стороны, что нужно как можно скорее определиться с единым названием нашего мероприятия. У нас, безусловно, мы оставляем название и российской выставки. На российской стороне мы знаем, что на китайской стороне выставка проводится достаточно давно. И, безусловно, мы уважаем то, что название также останется на китайской стороне. Китайская сторона идею полностью поддержала. Заместитель мэра города Хэхэ отметила, общее название и логотип для выставок нужны, чтобы сделать их более узнаваемыми не только в Преамурье, но и по всему Дальнему Востоку. Название стороны выберут вместе. Говорят, уже в конце года оно станет известно. На встрече также достигли согласия по срокам проведения двух уникальных в мировом масштабе выставок. Я думаю, что это возможность в такой неформальной праздничной атмосфере обсудить как очень важные актуальные вопросы, так и просто стать немножко понятнее и ближе друг к другу, для того, чтобы в дальнейшем дело спорилось и работа ладилась. Надо отметить, что попеременный обмен российско-китайскими делегациями происходит с 2000 года. Помимо представителей Амурского правительства, в состав делегации традиционно включают специалистов туристических компаний области. На следующий год в честь Всемирного дня туризма уже Благовещенск будет встречать китайских гостей. Анастасия Петраш, Андрей Цветков, программа «Капитал». Почти на 40% выросли траты благовещенцев в интернет-магазинах по сравнению с прошлым годом. Анализ провел сервис «Яндекс.Деньги». Его же специалисты подсчитали, что более 75 тысяч отечественных и зарубежных сайтов приняли десятки миллионов платежей только от амурских заказчиков. За год количество благовещенских покупателей продукции с китайских онлайн-сервисов выросло почти в семь раз, а средние траты одного человека увеличились на 39%. В других городах Дальнего Востока расходы на интернет-закупки в этом году также стали больше. На 58% в Хабаровске, во Владивостоке на 74% и на 120% в Комсомольске-на-Амуре. Чаще всего во всемирной сети люди приобретают вещи, обувь, аксессуары, цифровую технику, товары для дома. Запретить рассчитываться евро и долларами на территории нашей страны, а также кредитоваться в европейской или американской валюте предложил депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров. По его мнению, инвестиции в Россию в вышеозвученной валюте также необходимо пресечь. Согласно законопроекту депутата, инвесторы должны конвертировать валюту в рубли, выходя на отечественный рынок. А импортерам придется открывать специальные счета, чтобы рассчитываться в долларах и евро. Народный избранник обосновывает запрет тем, что свободное распространение на территории России денег из других стран препятствует популяризации рубля и мешает ему стать полноценной мировой резервной валютой. Ярмарки выходного дня в Благовещенске становятся все популярнее не только у покупателей, но и у продавцов. В минувшие выходные свои товары на уличной площади представили более 140 амурских фермеров и сельхозпредприятий из 14 районов Преамурия. На прилавках можно было найти продукцию пчеловодства, бахчевые, молоко, творог, сметану, овощи, картофель, домашние заготовки и многое другое. Покупателей здесь всегда много. Их в первую очередь привлекает гибкая ценовая политика. К примеру, помидоры тут можно купить по 25 рублей за килограмм, мясо свинины от 280 рублей, мед от 200 рублей, а картофель от 15 рублей, и арбузы от 12 рублей. В следующий раз ярмарка выходного дня пройдет в областном центре 26 сентября с 8 утра и до 3 часов дня. Кита на амурских прилавках подешевеет почти на треть. Такой прогноз на осень дает председатель Комитета рыбного хозяйства Минприроды Хабаровского края Сергей Рябченко. Все дело в небывалом заполнении лососевыми амура в этом году. По словам специалиста, это рекордный ход рыбы за последние 100 лет. Из-за высокой численности киты были увеличены и допустимые объемы ее вылова. Сейчас они составляют 30 тысяч тонн. 19 из них уже освоены. В ближайшее время осенняя кита появится на прилавках магазинов при Амуре. Прогнозируется, что цена на нее упадет на 20-30 процентов и составит порядка 109 рублей за один килограмм. На этом все. Смотреть выпуски «Капитала» вы всегда можете в эфире информационного агентства «Город», а также на ТВ-центре. А пересматривайте наиболее интересные выпуски в социальных сетях, например, на страничке Перообластного канала в Фейсбуке или Одноклассниках, а также на сайте portamur.ru в разделе «ТВ-проекты». Я на этом с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи.